Всем привет дорогие друзья! Для вас у меня есть новость. Я даже не знаю какая она. Печальная или хорошая? Но для меня наверное все-таки печальная. Помню, такая песня была в свое время. Отряд не заметил потери бойца. Так вот, у нас, в нашем отряде потеря бойца, хотя наверное правильнее будет сказать потеря целого подразделения. Речь идет о телекомпании Крик ТВ, с которой я почти 4 года сотрудничал. И вы это знаете, да, есть такая телекомпания Крик ТВ. В свое время они ко мне обратились. Я не помню, кто там к кому обратился, если честно. Мы договорились о каком-то сотрудничестве. Я делал свою программу, размещал у них. Затем там появилась вторая, третья программа. В общем, такое плодотворное, хорошее сотрудничество было. Многие меня спрашивали, зачем тебе это, тебя и без крика знают. Но дело в том, что это телекомпания, которая, она показывает по телевизору, вещает в телевизоре очень хорошо, да. Что такие программы, как моя, появляются еще и в обычном эфире. Потому что Крик где-то показывал и просто отгвоздял. Но сегодня показывает там в ряде регионов. Там, по-моему, 45 регионов они охватывают. Ну, где-то за счет там операторов связи. Кстати, на спутнике они вещают у той же телекарты. По крайней мере, у меня на даче я их прекрасно вижу. Это здорово. Это было такое хорошее подспорье. Потому что мы не только в интернете что-то говорили. Вот эти вот программы, которые вы видели. Они же выходили в эфире Крика. Но потом начались... Здорово, здорово, что люди эти программы видели. Потом начались проблемы. Причем они начались не вчера. Это, наверное, где-то с полгода. Год уже все это продолжается. У нас случались регулярные конфликты с руководством телеканала Крик ТВ. И я-то понимаю, почему они случались. Вот. Мне прямым текстом иной раз говорили, что ты вот слишком громко хаяшь того, кого не нужно хаять. Слишком часто разеваешь рот туда, куда его не нужно разевать. И... Ну, по крайней мере, как-то удавалось сглаживать эти углы. С сегодняшнего дня все. Программа «Реальная журналистика» на Крик ТВ больше не выходит. Вместо нее будет смеяться. Будет выходить совершенно замечательная программа. Руслана Асташко. Такой есть. Путинский жополис. Политроссия. Можете найти в Ютьюбе ее посмотреть и понять, о чем речь. Женя Анисимов, кстати, пока на Крике остается. Я не знаю, как надолго. Это, собственно, и не мое собачье дело. А как все это происходило в последнее время. Ну, было уже понятно, что все. Рано или поздно мы развалимся. Рано или поздно мы растянемся. Потому что были какие-то предъявленные совершенно детские, смешные. Вот ты опоздал на запись на 5 минут. Бедные несчастные операторы тебя сидят, ждут. А вот тебя где-то кто-то видел в кафе в разгар рабочего дня. Ты там сидел в кафе, пил пиво с кем-то. Твое какое дело, я у тебя не работаю. Что хочу, то и делаю. Когда я решил, что это у тебя разгар рабочего дня, у меня его нет. Я вообще не твой сотрудник. Если кто-то думал, что я являюсь сотрудником Крик ТВ. Нет, никогда не являлся. Мы просто сотрудничали. Это называется аутсорсинг. Скорее, по принципу, ты мне, я тебе. Они мне предоставляли эфир. И студию, в которой я записывался. Я для них делал программу «Открытая студия». Телезрители, которые смотрят меня в телевизоре, знают, что есть такая программа. Совершенно бесплатно я ее делал. Ну, вот я говорю, баш на баш. В конце концов, видимо, додавили. Додавили ребятишек. Очень жаль. Очень жаль, что мы потеряли и вот эту вот площадку. Да, еще раз, для тех, кто не понял. Может быть, это был не самый крупный телевизионный канал, но он был телевизионный. И мы могли, я там в том числе, достучаться до тех самых ватников, которые включают телевизор и смотрят его. И многие мне рассказывали, не буду говорить, кто сейчас называть фамилии, да, но некоторые люди мне говорили, слушайте, я не знаю, как тебе это удалось. Я не мог переубедить своих родителей, но вот они законченными ватниками были, а посмотрели тебя и вот поменяли свою точку зрения. К сожалению, сейчас такой площадки нет, но это говорит только о том, что Империя наносит ответный удар. Видимо, будут дальше какие-то чистки продолжаться. Анисимов, держись. Ну, а мы будем общаться в Ютьюбе. Все, спасибо. Спасибо.